ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕТ Сима, ну, наконец ты пришла! Где ты пропадала? Я тебя везде искал. В буфете! И что ты там делала? Я же просил тебя не ходить в буфет. Вдруг кто-нибудь из посетителей библиотеки тебя увидит. Они могут подумать, что в нашей библиотеке полно мышей. А это не так. Я больше не буду, Астап. И почему это у тебя вся шубка какая-то слипшаяся? Правда? Где? Мне казалось, я хорошо умылась. Пи! Хм, и пахнет от тебя свежей сметаной. Сима, ты ела из моей миски? Ну что ты, Астап? Как я могла? Я только чуть-чуть попробовала. Пи! Ты ела мою сметану? Саму капельку? Тогда почему у тебя вся мордочка и даже голова и даже передние лапки в сметане? Сама не знаю, Астап. Откуда она появилась? Ну-ка, подожди. Сима, в моей миске пусто. Астап, прости меня, пожалуйста. Я так больше не буду. Просто она была такой свежей и вкусной. Я попробовала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, а потом она как-то сразу закончилась. Пи! По крайней мере, могла воспользоваться салфеткой. Она бы спасла тебя от позора. Как это? Если бы ела аккуратно, повязав салфетку, тогда твоя шкурка осталась бы чистой, и я бы ни о чем не узнал. Но ты ведь больше на меня не сердишься, правда, Астапушка? Пи! А я тебе за это все газеты разложу в хронологическом порядке, так что незачем меня спасать. Пи! Просто слово «салфетка» произошло от латинского глагола «salваре», что значит «спасать». Она спасает одежду от пятен. Вот, Сима, я и говорю, что салфетка бы тебя спасла. А ты, прежде чем идти заниматься газетами, пойдешь и хорошенько вымоешься. Я мигом, Астап! Ты только не волнуйся! Пи! Что мне теперь волноваться? Сметаны-то все равно больше нет. Рау!